Добрый день, дорогие участники, все, кто к нам присоединился. Хотелось бы сегодня с вами обсудить еще одну такую достаточно важную тему. Это оборудование пандусов в многоквартирных домах для маломобильных граждан. Кто все-таки должен устанавливать такие конструкции, чтобы обеспечить маломобильным гражданам возможность свободного, скажем так, проезда по территории, по доступу в подъезды многоквартирных домов, но и в дальнейшем, конечно, содержать такие конструкции, оборудование. Здесь у нас, как сказать, к сожалению, наверное, большинство многоквартирных домов у нас не оборудованы для маломобильных граждан. То есть ранее конструкция при строительстве у нас не предусматривалась возможность для лиц с ограниченными способностями свободного передвижения. Соответственно, таких многоквартирных домов на сегодняшний момент большинство. И именно конструктивные особенности и на тот момент требования к застройке, постройки таких домов не позволяют на сегодняшний момент оборудовать вот эти площадки, пандусы для передвижения маломобильных граждан и свободного доступа, что вызывает определенные затруднения, а порой даже споры между собственниками многоквартирного дома. Но на сегодняшний момент законодатель у нас все-таки определился, потому что ранее у нас оборудовать такие свободные проезды обязывали даже управляющие компании. То на сегодняшний момент требования законодательства у нас немного поменялись. И мне бы хотелось с вами обсудить вот этот способ и возможность для граждан, которые проживают в наших многоквартирных домах, соответственно, и имеют определенные ограничения в передвижении, каким образом они могут исправить эту ситуацию, и каким образом может быть оборудован пандус для их свободного передвижения в многоквартирном доме. Ну, хочу отметить сразу, что есть как бы два способа на сегодняшний момент, предусмотренные законодательством, и первый из них… Сейчас я включу слайды. Режим чтения, да. И первый способ для таких граждан – это проведение мероприятий по созданию беспрепятственного доступа инвалидов, да и маломобильных групп населения в многоквартирных домах за счет средств собственников через управляющую компанию. То есть в соответствии с частью 1, да, статьи 36 жилищного кодекса, то есть приспособление общего имущества у нас в многоквартирных домах для обеспечения свободного доступа такой категории граждан, согласно требованиям части 3 статьи 15 жилищного кодекса, допускается без решения общего собрания собственников в помещении, только в случае, если такое приспособление оборудуется без привлечения денежных средств тех самых собственников. То есть поясню еще раз, да. То есть согласие, если пандус устанавливается за счет средств самого гражданина, да, либо, ну, вторым способом, который будет позднее как бы озвучен, да, то есть без привлечения средств, которые идут на содержание общего имущества многоквартирного дома, то проведение общего собрания и получение согласия данного общего собрания на оборудование подъезда, крыльца, подхода к многоквартирному дому вот средствами для свободного передвижения маломобильных групп граждан, да, то есть не требуется. В случае, если все-таки как бы собственниками принимается решение, да, о том, что такие конструкции пандуса будут оборудоваться за счет средств дома, то в данном случае в обязательном порядке проводится общее собрание. Хотим обратить сразу ваше внимание, что вот данный вариант – это право, но не обязанность как бы управляющей компанией, да, то есть оборудовать. То есть если вы как собственники на общем собрании примите решение, что вы за счет средств, возможно, уже имеющихся у вас, либо вновь собранных, да, так как, возможно, средств, которые вы предусматривали изначально, у вас как бы недостаточно для проведения таких мероприятий, то вы можете как бы принять решение, да, и как бы обязать управляющую компанию в рамках проведения там работ, допустим, по текущему ремонту оборудовать соответствующие конструкции. Но как бы обязывать управляющую компанию без софинансирования этих работ, либо финансирование их за счет, допустим, средств текущего ремонта, да, то есть вы не имеете права, то есть управляющая компания вам в праве отказать. Что требуется, да, для того, чтобы провести общее собрание, да, ну, в первую очередь, как бы проявить инициативу о проведении общего собрания собственников для решения вопроса по оборудованию пандусами, да, то есть это может быть как один из собственников, инициатором, группа лиц собственников, так и управляющая компания. Соответственно, право инициировать такое собрание предусмотрено, управляющая компания предусмотрена частью 7 статьи 45 жилищного кодекса. То есть здесь как бы инициатива может исходить как от самих жителей, так и от обслуживающей управляющей компании. Соответственно, должны обратить внимание, что проведение таких мероприятий, как оборудование пандуса, да, то есть может, ну, это по факту это вопрос реконструкции, да, то есть потому что, ну, как бы оборудовать пандус без каких-то таких конструктивных особенностей, да, невозможно, соответственно, проводится реконструкция. Здесь нужно еще понимать, что в дальнейшем пандусы, то есть то оборудование, которое вам будет установлено для маломобильных граждан, оно войдет в состав общего имущества. Соответственно, принятие решений, да, по этому вопросу, во-первых, относятся к исключительной компетенции собственников общего собрания, то есть не члены ТСЖ, ЖСК, то есть не имеют права принимать это решение, это исключительная компетенция собственников, да, и, соответственно, решение данное принимается не большинством голосов, а не менее чем две трети от общего числа голосов собственников. Поэтому здесь как бы имейте в виду, да, что если вы планируете проведение такого собрания либо проявить инициативу, то согласиться по данному вопросу должно быть не менее чем две трети голосов собственников от общего числа голосов собственников в доме. Ну и как бы требовать от управляющей компании, как я сказала ранее, да, без получения на то согласия как бы всех собственников, да, то есть выполнить такие работы за счет тех средств, которые вы уже собираете, допустим, на текущий ремонт, то есть вы не имеете права без проведения общего собрания, ну и, соответственно, без решения вопроса о реконструкции. Следующий момент, второй момент, да, который нужно отметить, и мне кажется, он наиболее как бы более актуальный, потому что собственники не всегда понимают значимости, а главное, как бы значимость той работы, которая проводится для инвалидов и маломобильных граждан, которые проживают в ваших домах, да, не все, возможно, скажем так, относятся к этому как бы лояльно, да, то есть уговорить собственников вложить какие-то свои средства для проведения такой реконструкции, достаточно сложная задача. Но законодатель у нас как бы предусмотрел такую возможность для того, чтобы наши граждане, которые ограничены частично, да, в возможности свободного передвижения, чтобы они могли реализовать свое это право за счет других способов. То есть каким способом это можно сделать? Ну, направив обращение в органы местного самоуправления. То есть это может сделать как сам гражданин, которому требуется такая конструкция, как пандус, да, так это может быть какая-то инициатива как бы собственников данного многоквартирного дома. Ну, в принципе, это может быть и управляющая компания, если такие обращения поступают напрямую в управляющую компанию, да. Соответственно, каким образом законодатель предусмотрел, чтобы администрация не имела возможности вам отказать, да, вот в проведении таких мероприятий по оборудованию пандуса? Ну, в первую очередь здесь нужно сказать, что это регулируется федеральным законом о социальной защите инвалидов, да, в Российской Федерации, где четко указано, что органы местного самоуправления, а также органы государственной власти, субъектов федерации, ну, в рамках своей определенной компетенции, установленных полномочий. Также хочу обратить внимание, как бы, что не только органы местного самоуправления, но и организации, независимо от организационно-правовой формы, да, которые, как бы, обязаны обеспечить инвалидам, включая инвалидов, которые используют кресло-коляски, да, собак-поводарей, условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, к которым относятся и многоквартирные дома. Здесь надо, наверное, заострить внимание на том, что этим федеральным законом предусмотрена организация, независимо от организационно-правовой формы. Идеи, как бы, управляющие компании тоже, да, там, должны под это подпадать. Но здесь нужно, как бы, понимать, да, что организации, независимо от их организационно-правовой формы, должны владеть тем объектом, в отношении которого проводятся мероприятия по оборудованию пандуса. Соответственно, управляющие организации, ПСЖ, ЖСК, они не владеют многоквартирными домами, и, соответственно, не могут распоряжаться данным имуществом. То есть данная норма касается таких, допустим, объектов, как торговые центры, там, допустим, какие-то магазины, да, какие-то, там, театры и, ну, как бы, здания, которые носят социальную, как бы, значимое направление, но принадлежат конкретному владельцу, там, юридическому, допустим, физическому даже лицу. Соответственно, если это помещение используется, допустим, как торговый центр, то владелец этого помещения обязан оборудовать соответствующие, соответствующие, как бы, либо пандусы, либо какие-то иные конструктивные особенности, которые бы позволяли беспрепятственно в эти помещения, да, попадать лицам с ограниченными возможностями. Соответственно, мы, как управляющие компании, да, ТСЖ, ЖСК, не имеем вот такой возможности, так как мы не являемся владельцами помещений, в том числе мест общего пользования, мы их просто обслуживаем, а владельцами являются, соответственно, собственники. И собственников, в соответствии с законом, обязать оборудовать пандус нельзя, они могут принять это решение только добровольно, как это было предусмотрено в первом случае. Соответственно, возвращаясь, да, к нашей норме, на кого ложить соответственность в многоквартирных домах по оборудованию пандуса, если собственники не приняли соответствующее решение делать это за счет собственных средств, ложиться на органы местного самоуправления. И здесь, как бы, возникает определенный момент, да, то есть каким еще нормативным документом здесь, опять же, да, можно вернуться к жилищному кодексу, да, в котором у нас предусмотрена также обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, обеспечивать соответствующие условия для групп населения, которые, ну, имеют ограниченные возможности в передвижении. Соответственно, каким образом сделать, да, то есть помимо того, что вам необходимо написать соответствующее обращение в органы муниципальной власти с просьбой рассмотреть вопрос об оборудовании входа в подъезд, там, крыльца и самого подъезда соответствующим пандусом для обеспечения условий доступности, да, в данном случае вот весь порядок, да, каким образом это должно быть произведено, у нас предусмотрено в таком нормативном документе, как постановление правительства 649-е о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учета потребностей инвалидов. Вот этим нормативным документом, постановлением правительства утверждены такие правила, которые, как бы, предусматривают возможность обеспечения условий доступности для инвалидов и в соответствии с этими правилами, то есть при поступлении соответствующего заявления от граждан, да, на оборудование вот этой возможности беспрепятственного доступа создается комиссия, да, и производится обследование жилых помещений инвалидов, а также общего имущества на предмет возможности установки пандусов в данном помещении для обеспечения соответствующих условий. Соответственно, по результатам вот этого комиссионного обследования, да, комиссий, уже комиссия определяет и принимает решение, решение принимается, как бы, с учетом экономической целесообразности и возможности проведения реконструкции и капитального ремонта, потому что здесь мы еще должны понимать, что нельзя просто, допустим, ну, там, не знаю, загородить часть лестничных клеток, ну, не клетки даже, а лестниц, да, то есть, если вот взять, допустим, дома так называемых хрущевки, там достаточно узкие проходы, которые, если просто оборудовать там стационарный пандус, да, для маломобильных граждан, то это не позволит свободно передвигаться другим гражданам. Соответственно, здесь должны быть предусмотрены определенные такие конструктивные особенности, да, которые бы позволяли как и маломобильному гражданину передвигаться свободно, не нарушая возможности передвигаться других граждан, да, потому что если просто перегородить часть лестничного пролета, это будет неудобно для других жителей. Соответственно, целесообразность, экономическая составляющая и возможность проведения реконструкции, не затрагивая интересы других граждан в данном многоквартирном доме. Соответственно, по результатам вот этого комиссионного обследования, комиссия, как бы, принимает решение, да, о том, есть ли, как бы, возможность оборудовать пандус, да, и по результатам, то есть если такая возможность есть, да, конструктивная и экономически, как бы, это, ну, что тут в плане экономики, да, можно, то есть если невозможно переделать лестничную клетку, то, наверное, можно пристроить лифт к этому дому, да, возможно, там со стороны, ну, лифт, это вы должны понимать, что очень вообще дорогостоящая вещь, да, то есть, соответственно, возможно, экономически нецелесообразно будет его действительно оборудовать на данном многоквартирном доме, чтобы обеспечить потребность одного инвалида. Может быть, проще просто приобрести другое помещение, которое будет соответствовать каким-то условиям, хотя, ну, таких вот, как бы, прецедентов по приобретению других жилых помещений, где есть уже нормальные условия для передвижения маломобильных граждан, то есть я как-то вот еще на своей практике не встречала. То есть мы понимаем, что комиссия принимает решение, и это решение может быть как положительное, так и отрицательное. Соответственно, замечательно, если решение принято в вашу пользу, соответственно, решение принято положительное, и по результатам вот этого заключения, то есть орган местного сумму управления должен включить вашу вот эту заявку в план работы на год, да, там, на год, на два, ну, то есть в зависимости от того, как бы, финансирования, которое есть в том или ином муниципальном образовании. То есть здесь как бы тоже нужно понимать, что у всех разные бюджеты, да, и бюджеты делятся достаточно, ну, как бы, внутри. То есть, соответственно, в план работы это включается, озвучиваются сроки, да, скажем так, оборудования, и по, уже, скажем так, по истечении времени, в зависимости от того, в какие сроки установлено проведение этих работ, да, то есть эти работы проводятся, и в дальнейшем, в дальнейшем мы здесь как собственники должны обратить как бы внимание, да, то есть вне зависимости от того, за счет ваших денежных средств это устанавливалось, либо это было установлено как бы за счет средств муниципалитета, то вот это оборудование должно быть передано по акту приема-передачи управляющей компанией, которая на сегодняшний момент управляет вашим многоквартирным домом, и в дальнейшем она включается в состав общего имущества, содержание которого осуществляется за счет средств собственников при заключении договора управления многоквартирным домом. В принципе, у меня как бы по основной тематике все. Единственное, хочу добавить, если все-таки по какой-то причине, да, ну, это могут быть, скорее всего, причины могут быть в основном конструктивные, да, гражданам будет отказано в оборудовании вот пандусов для свободного передвижения, то такое, не согласившись с таким отказом, вы можете, в принципе, обжаловать его. Обжаловать можно его самостоятельно через судебные органы, да, соответственно, если вы, ну, по каким-то причинам, то можно направить соответствующее заявление в прокуратуру на проверку законности, обоснованности его принятия. Тут уже как бы прокурор может выступить в качестве инициатора судебного процесса по отмене вот этого решения об отказе вам в оборудовании пандуса. Ну, у меня как бы по основной теме все, если у вас есть какие-то вопросы, то есть я готова как бы на них ответить. Если как бы вопросов нет, то ждем вас на следующих наших вебинарах. Данный вебинар, запись будет размещена на сайте квалификационного центра, где вы всегда можете с ним ознакомиться. Ну, я так понимаю, что вопросов нету. Тогда всем большое спасибо за внимание, что уделили нам время. Надеюсь, информация вам была полезна. Всем до свидания. Спасибо.